Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о пасынковании, для чего делают пасынкование, для чего убирают пасынки. Пасынкование это работа с пасынками. Что такое пасынки? Пасынки, вот наглядно вам покажу, вот идет побег. Из пазухи листа, вот почка на следующий год, которая идет, вот ее видно, да? И вот с пазухи листа рядом с этой почкой растет побег. Это называется пасынок. Часто пасынки дают урожай на многих сортах. Допустим, на богатяновском у меня пасынки выдают пасынковый урожай. Также у меня виноград, розовая дымка, также на пасынках выдает урожай. Но есть сорта винограда, которые урожай не выдают на пасынках. Вот, то есть их, конечно, все нужно убирать. Также пасынки убираются для того, чтобы не было загущения куста. То есть вот у вас растет побег, вот на нем грозди. И вот представьте, если с каждого, с каждой пазухи листа у вас будет расти пасынок, он вот дает вот раз, два, три и так далее будет расти. Во-первых, он на себя забирает лишнее питание пасынок, у вас не будет так хорошо развиваться. Да, облиственность куста будет классная, гроздь будет созревать лучше, но будет загущение. То есть после дождя куст так хорошо проветриваться не будет. Листья так быстро просыхать не будут. От этого будут идти грибковые заболевания. И вам придется, то есть потеря урожая, будет загнивать у вас урожай и так далее. Поэтому пасынки все до уровня гроздей. Вот видите, да? Вот, этот пропустил. Вот идет, 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 вот гроздь висит. То есть вот еще вот пасынок, вот в принципе на уровне грозди мы его также выламываем. Вот. Все остальные пасынки, которые вот выше уровня гроздей, вот идет, мы прищипываем, оставляем один листик. Все. Это для того, чтобы была лишняя облиственность. Но, допустим, не 4, 5, 6 листьев, да? А вот один листочек просто на запас. Дальше идем. Вот дальше идет пасынок. Вот здесь я уже обломку сделал. Обратите внимание. Начинает лезть пасынок второго порядка. Также вылезает один листик, мы его прищипываем. И так далее. Для чего еще оставляются пасынки? Для того, чтобы не проснулась вот эта вот почка, которая должна идти на следующий год и давать нам урожай. Для этого оставляются пасынки. То есть, не полностью весь пасынок, а вот с одним листиком. Вот таким способом. И так далее. Все пасынки обламываем. Один листик оставляем, обламываем. Один листик оставляем, обламываем. Все. Некоторые считают, что усы тоже нужно обламывать. Я часть усов обламываю, которые не нужны. Для того, чтобы один побег с другим не запутывался. Усы, которые находятся на уровне проволоки, я с помощью этих усов подвязываю виноград. То есть, даже мне подвязка не нужна. Я просто беру и подвязываю. То есть, вот так. Именно для вот этих целей нужно проводить пасынкование. Вот так. То есть, часто бывает так, что, допустим, у вас по каким-то способам вымерзли плодовые почки и так далее. Для того, чтобы получить урожай, вы получаете урожай на пасынках. То есть, пасынки тогда оставляют. Там немножко по-другому это все проводится. Технология. Пасынки оставляются. Растут эти пасынки. Вы наблюдаете за ними. Если у вас начинает на пасынке расти уже усик, значит, соответственно, не будет на нем... Ну, вот, допустим, пасынок растет. Вот видите, вот пошел усик. Не знаю, видно, не видно. Вот усик. Значит, если идет усик, значит, грозди не будет. То есть, пасынок вот так прищипываете. Со следующей почки на пасынке второго порядка тоже может пойти усик. Опять прищипываете, чтобы усика не было ниже усика. То есть, один листик оставляете. Пока он не выпустит побег с гроздью. Обычно эта гроздь вызревает где-то в конце августа. Даже, может быть, сентябрь месяц. Более поздние сорта на пасынках вызревают. Ближе туда к морозам. Поэтому с помощью пасынков можно даже получать урожай, если у вас вымерзли почки. Но у меня гроздей много. По две гроздь я оставил. Одну из них, соответственно, буду убирать после цветения. Также пасынкование проводится, в принципе, в течение всего сезона. Но единственное есть исключение, когда нельзя проводить пасынкование. Пасынкование нельзя производить, когда цветет виноград. Когда цветет виноград, никакие операции с виноградом производить нельзя. Даже рядом ходить не надо. Потому что гроздья обсыпаются. Сегодня у меня уже зацвели монарх. Вот на той стороне виноград. Монарх и отец Владислав виноград. Вот к ним начинаешь подходить. Делать пасынкование. То есть убирать лишние пасынки, лишние побеги. Просто гроздья начинают обсыпаться. Поэтому, когда виноград начинает зацветать, к нему лучше вообще не подходить. Никакие, ни зеленые операции не делать. Все эти операции должны быть проведены до цветения винограда. То есть виноград зацвел, то есть обработки и все остальное до цветения винограда. После того, как виноград зацвел, все, мы к винограду не подходим, пока у нас не завяжутся ягоды в виде такого гороха. Мы уже видим, завязались ягоды и уже можем подходить. Тогда убираем вторую гроздь, которая хуже, более мелкая. Оставляем самую крупную гроздь. Одна гроздь на побег оставляется на крупноплодных, на сортах с крупными гроздьями. Оставляется одна гроздь. Те, которые более мелкие, можно оставить и две грозди. То есть, если там 400 грамм, 300 грамм, 250 грамм, да, гроздь, можно оставить и две грозди. Если гроздь свыше килограмма, лучше оставлять одну гроздь, потому что вкус не вытягивает. Даже вот у меня была в позапрошлом году такая ситуация, что виноград у меня отцвел, весь хорошо отцвел. Я оставил по две грозди на побег. Те сорта, которые были с мускатом, с приятным таким легким мускатом, на них муската просто не было, потому что была перегрузка урожаем. Поэтому за этим тоже необходимо следить. Спасибо за внимание. До свидания.